Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лен, я обожаю говорить о моде, поэтому позволю себе нашим зрителям рассказать, во что же ты одета Обратите внимание на важнейшие тренды Апельсиново-оранжевый в сочетании с розовым Тренд сезона Брючные костюмы Тренд сезона Ну и конечно же, Лен, покажи эту брошь Броши, цветы Пикантно, красиво, супер женственно А еще Елена Летучая С ног до головы Одета в одежду от российских брендов И это отличная новость Потому что модных советов сегодня будет много Я предлагаю пойти посмотреть заявку в сегодняшнюю программу Давай Пойдем Пойдем Но лук бомба Да, мне что-то брошь особо нравится Прямо очень красиво Сегодня в нашем новом шоу о моде, стиле и красоте вы увидите Здравствуйте, Юля Меня зовут Елена Летучая Ну, очень Классическая мамочка в декрете Господи, понюхай Фу, это то, от чего вам всем нужно бежать в магазинах Лен, ты пришла в гости к Юле Там было чисто или грязно? У меня есть чемодан, в котором есть перчатки Которые подтвердят, чисто или нет Все, что я на тебе сейчас вижу, это просто жуть несусветная Ну, мне очень нравится Вот это мне очень нравится Так, сейчас будет решающий момент Реально решающий О, это будет классно Да Это круто Мне кажется, это мне очень поможет Супер, супер Поможет Рогов плюс Селеный и летучий Саша, мы надеваем наушники? Надеваем Смотрим Боже Что нас ждет? Не знаю Всем привет Меня зовут Юлия И мне 33 года Я мать-одиночка Воспитываю маленького Сашу Которому два с половиной года Выглядит плохо Ну, очень Я понимаю, что это сейчас прозвучит жутко некорректно Но такое ощущение, что просто на себя махнула рукой Здесь, смотри, какие-то покраснения Брови все заросшие Волосы в чудовищном состоянии Я очень хочу преобразиться Изменить что-то во внешности Пока еще не знаю, что Хочу быть для Саши самой красивой мамой Потому что за эти два с половиной года Я очень сильно вымоталась Полностью истощена Я вот что скажу Классическая мамочка в декрете Но мне, знаешь, что понравилось? Что Юля говорит Я хочу быть самой красивой мамой для своего сына Я даже никуда не выхожу Вот день и ночь Скажем, как день сурка Клубы, свидания, кинотеатры Я этого ничего не посещаю Потому что я с ребенком постоянно на руках нахожусь Для меня вот вообще непонятная история Мне, конечно, сложно судить У меня нет ребенка Но голову помыть, подстричь И как-то бровки-то выщипать Все-таки, ну, пять минуточек, я думаю, можно найти Подожди, самое интересное про стиль Давай Мой типичный стиль Это стиль молодой мамы Я вот одеваюсь в джинсах Кофточках, шортах Юбки я практически не ношу Потому что гуляем на площадках В песочнице возимся Молодая мама, это не приговор Лена, это чудовищные, ужаснейшие джеггинсы Какая-то микро-рубашка Что такое джеггинсы? Джеггинсы, это такие джинсы, которые делают вид, что они лосины Вернее, лосины, которые делают вид, что они джинсы Они впиваются Причем я уверен, что там гардероб просто ломится от вещей Но все несовременные, все вышли из строя Все неактуальные А в итоге она носит две кофты и одни и те же джинсы Я бы хотела себя увидеть более женственной, романтичной Стильной Потому что хочу выйти на работу Ну и, соответственно, для того, чтобы найти Познакомиться с мужчиной Мне нужны романтичные платья Найти мужчину хорошего Верного Обеспеченного С машиной, с квартирой Понял? Верного, обеспеченного С машиной Сейчас скажет С дачей С квартирой Ой, Лен, такой звоночек Звоночек Такой звоночек Мне очень нужна ваша помощь Помогите мне начать новую жизнь Без вас я не справлюсь Лен, ну я надеюсь, что это просто первое впечатление Давай за Юлю все-таки возьмемся Ну, конечно, возьмемся Потому что на лицо и на лице Нужна помощь Да На лицо и на лице Я так могу сказать Мне кажется, мне пора пойти навестить нашу героиню Ну, до встречи Все, давай Лена Кое-что забыла Ой, мой хороший Без проверочки никуда Ну, а я отдохну немножко Я сейчас нахожусь на улице Молодежный бульвар Именно здесь живет наша сегодняшняя героиня Юля Я приехала без предупреждения Для того, чтобы застать ее врасплох Это поможет нам с Александром составить ее детальный портрет Потому что то, как мы живем, говорит о нас не меньше, чем макияж, прическа или одежда Здравствуйте Здравствуйте, Юля Меня зовут Елена Летучая Ополудеть Я ожидала Как? Вы заявку на преображение подавали? Подавала Преображение начинается прямо сейчас Я могу войти? Конечно Привет Юль, я разуваюсь, да? Можно я тут у вас Посмотрю, как вы живете Конечно Можно посмотреть, все можно Квартира небольшая, это ваша или вы снимаете? Мы снимаем Я смотрю, чистенько у вас так Ну, убираемся, да, как-то вот стараемся поддерживать Старайтесь поддерживать Стараемся, да Ну, в принципе, чисто В принципе, чисто? Не знаю, насколько чисто Подождите Не знаю Я проверю У меня есть чемодан, в котором есть перчатки, которые подтвердят, чисто или нет У вас очень мило Я смотрю, у вас целый уголок для ребенка есть, да? Да, вот здесь он играет Ага Но у вас вообще в целом очень чистенько, я так посмотрю Да Здорово, я рада Хозяйка будет довольна Ну, смотрите Так Чистенько Давайте посмотрим, что здесь Ой, ну там, конечно Небольшой складик, да? Нашли Ага Не, ну хорошо У вас очень уютно в доме Я не вижу совсем следов мужчины здесь Вы одна живете? Да, мужчин у нас нет, да Вот мой мужчина, один-единственный Ага Вдвоем живем, да Вдвоем живем Иногда мама моя приезжает А папа? Ой, папа у нас скрывается Ага Непонятно, где вообще Об этом попозже поговорим немножко Визуально все очень чисто Но у меня же есть перчаточка Поэтому давайте-ка проверим Насколько у нас Вообще я проверяю пол Заметьте В некоторых квартирах Стол-то нельзя проверить Ну, у вас чисто Здорово, я рада Я вас поздравляю Посмотрим гардероб Посмотрим, да Это не моя прерогатива Мы его просто будем собирать Ага И отвезем Саше Окей Он специалист Он вам скажет, что вам нужно надевать А что не нужно Угу Так, здесь Слушайте А что у вас так вещь-то хорошо Правильно сложена Как будто вы готовились Вы, может быть, готовились К моему приходу Вы вообще очень любите рубахи, я смотрю, да? У вас так много? Ну, как-то, да Такое спортивное А с чем вы их носите обычно? Ну, джинсы в основном Вот Что-то всего полно Куда одевать, даже не знаю Вот Ходить, если честно, не в чем вообще Вы знаете, у меня такая же история Каждое утро встаю, а надеть нечего Вот то же самое Мы готовы ехать к Саше Вы готовы? Мы готовы ехать А маленького с кем оставим? А маленького Сейчас мама подъедет Вот Мама посидит, бабушка наша Ну и отлично Так, упаковываемся И едем Рогов плюс С Еленой летучей Сашуля Представляю тебе Привет Юля Юля, проходи Иди сюда Боже Вот, Лен, я как знал Что будет куча вещей Привет, Юля Привет, Саша Очень рада Я в шоке Так, ну дай-ка я на тебя посмотрю Высокая Да Стройная Спасибо Юля Все, что я на тебе сейчас вижу Это просто Жуть несусветная Я согласна Эти чудовищные джеггинсы Эти топчата какие-то стоптанные Это футболка в стразах Просто Жуть Просто жуть Обожаю все эти твои словечки Джеггинсы топчат Ну вот, Юль, ты понимаешь, что это ужас А при этом ты в этом ходишь Ну как так? До себя руки не доходят Ой, вот эти оправдания Никак не получается Так, я не знаю, как долго мы с тобой будем разбирать твой гардероб Чуть позже к этому приступим Давайте поболтаем, поближе познакомимся Давайте Юль, идем Пойдем Юль, ну жесть Я согласна Ну вот так вот Мы уже знаем, что ты мать-одиночка Расскажи, пожалуйста, как так произошло? Ой, вообще ужас у меня произошло в жизни Сегодня был официальный брак у нас Вот И произошло так, что когда я ушла в декрет Прихожу домой и говорю своему бывшему мужу Я работаю сегодня последний день Как дальше будем жить? Квартира у нас съемная Соответственно, ты должен нас обеспечивать А он мне отвечает Что? Как? У меня долги, кредиты У меня там еще бабушка У меня мама еще не работает Я вообще, я не знаю Ну, друзья, срок какой был? Это был уже восьмой месяц беременности То есть восьмой месяц беременности Он только понял, что он должен обеспечивать ребенка и тебя? Он вообще обещал Я буду обеспечивать, не переживай Я тебя не брошу Все будет хорошо, будем жить Все замечательно будет Он настолько вошел в доверие к моим родственникам К моим коллегам, друзьям Юль, ну как вы этим доверие? Вы поженились, вы были женаты И вдруг ты пришла И как будто бы с бухты барахты задала вопрос А будешь ли ты меня обеспечивать? Это выглядит странно Ну, у нас как получалось? В основном работала я У него были какие-то мелкие подработки В итоге он мне говорит, что все Я хочу найти богатую женщину, которая будет меня содержать То есть как бы вот так вот у нас произошло И он ушел, да, соответственно То есть и в роддом я одна поехала Он даже не явился ни в роддом Юль, подожди, пожалуйста Давай вот без этого всего Ты пришла к нам в шоу на него пожаловаться? Я пришла в шоу, чтобы себя полностью перевоплотить Полностью как-то преобразиться Хочу новую жизнь Мы с Сашей смотрели профайлы И в профайле мы услышали такой запрос Я хочу богатого мужчину Я хочу, чтобы он был с квартирой, с машиной Чтобы он был верным и так далее Вот для меня это выглядит достаточно меркантильно Ну, может быть меркантильно Но из прошлого опыта уже хочется все-таки Чтобы мужчина обеспечил, чтобы он тянул Чтобы он был опорой в жизни Ты хочешь любви? Или ты просто хочешь, чтобы кто-то решил твои проблемы? Это разные вещи Я хочу и любви, и понимания, и уважения к себе И чтобы меня оценили тоже У меня есть ощущение, что за поступок твоего бывшего мужа Ты хочешь, чтобы платил твой новый мужчина Когда ты говоришь, я хочу быть счастливой, я хочу быть любимой Это не значит иметь мужчину с квартирой Я хочу, чтобы ты это понимала И чтобы другие женщины тоже это поняли на твоем примере Лена, я хочу тебя поддержать Потому что сейчас попробуй встать на место вот того самого мужчины, которого ты ищешь Он ищет себе девушку в этой футболке В джеггинсах с растянутыми коленками В каких-то топчатах непонятных, с неухоженными волосами Ну, правда, ты выглядишь, Юль Я понимаю, все прекрасно Честно скажу Ну, неухоженно Я понимаю, что богатый мужчина будет искать, соответственно, себе по статусу женщину Он даже не будет искать по статусу женщину Юля, он будет искать женщину, которая себя любит, которая себя ценит Которая готова чем-то поделиться в ответ А сейчас, получается, ты меркантильная такая Обиженная Хочешь найти обиженного Какого-то там богатого мужчину Но внешне ты не выглядишь, как девушка, которая наполнена Которая наполнена счастьем, любовью к себе Я все прекрасно понимаю Ну, хочется как-то... Ну, надо над собой работать, скажем так И сейчас наши зрители будут думать, что к нам в шоу пришла лентяйка Которая ни черта не хочет делать Которая будет ходить дальше в этих растянутых джинсах И она хочет, чтобы за нее решили все проблемы Мы здесь проблемы не решаем Мы готовы тебя взять на поруки Но, возможно, эта карета превратится в тыкву на следующий день Так, сейчас будет решающий момент Реально решающий Вот от того, как ответит Лена, будет зависеть твое участие в нашем шоу дальнейшее Лен, ты пришла в гости к Юле Там было чисто или грязно? Там было чисто Там было чисто Я расценила Юлю как хорошую маму Заботливую домохозяйку Если Лена тебе поверила, и она в тебе видит потенциал Мы тебя берем Только из-за этого Мы будем работать над твоим преображением Я хочу, чтобы ты включилась Я хочу, чтобы ты доказала и мне, и Лене Что мы взяли тебя не напрасно Это серия про любовь к себе Ты должна себя любить И ты не просто молодая мама Ты не просто домохозяйка Ты девушка, которая должна выглядеть ухоженно, красиво, приятно Ты должна источать любовь И пока ты себя не полюбишь, этого не случится Плачу, значит, искренне Договорились? Хорошо Хорошо? Хорошо Окей, финализирую Над чем работаем? Ты хочешь выйти на новую работу, значит, это какой-то бизнес-лук Мы говорим о любви Романтическая Романтика Да И, наверное, для тебя я должен подобрать некий гардероб-конструктор Когда из вещей можно собирать разные луки И для прогулки с ребенком, и для свиданий Чтобы это был небольшой набор вещей А чтобы это была такая компактная, классная капсула Потому что ты притащила мне чемодан, три каких-то пакета Я вообще боюсь представить, что я там сейчас увижу Иди готовь вещи к разбору гардероба Иди готовь вещи, я скоро приду Спасибо большое Давай Счастливо Давай Увидимся Увидимся Ну ты дал Лен, если бы ты сказала, Саша, я пришла, открыла свой чемодан И увидела, что там грязь Я бы отправила Юлю сейчас домой Если там чисто, значит, не лентяйка Значит, заботится Там просто забила на себя, в прямом смысле слова Да Вот свадебное платье Воспоминания не очень Но повесим Давай придумаем сюрприз Я знаю, что нужно сделать для нее Потому что мы говорим о любви к себе Она должна принять себя Принять свою женственность Да Это важно Поэтому я придумала Да, все О, это будет классно Да Это круто Мне кажется, это прям ей очень поможет Супер Поможет Готовь сюрприз Я пошел на разбор гардероба Давай Рогов плюс С Еленой летучей Юль Да, Саш Привет Ты развешивать еще три часа будешь Вещей ужас много Ты знаешь, вещей много А одеть, как всегда, нечего Вообще, это проблема многих девушек в нашей стране Когда вещей много, а надеть нечего Классно И можно я быстренько посмотрю Что ты тут привезла Ой Юль, ты знаешь, здесь все вперемешку Здесь и ширпотреб какой-то И параллельно есть вещи симпатичные Я тебе даже покажу, что мне понравилось Ну, например, смотри Очень интересный бомбер Трикотажный С чем ты его носишь? Джинсами Больше нечего носить А джинсы это вот это? Вот это А ты можешь сейчас на себя в зеркало посмотреть? Вот ручки убери Тебе нравится, как они сидят? Вот смотри Смотри, видно вот здесь Какую-то зону неудачную Видно здесь Какую-то зону неудачную Талия непонятно где То ли высоко, то ли низко Просто исковеркала свою фигуру Исковеркала Невероятным образом А вот этот бомбер неплох И если бы такой бомбер Ты замиксовала бы с простой белой футболкой Нейтральной, без рисунка С джинсами, которые будут сидеть по-другому Более плотные, не в обтяжку И белые кеды Это классный прогулочный образ Он сложный Нет, он не сложный И этот бомбер можно оставить Классно Что еще мне нравится? Мне нравится этот кардиган Кардиганы это один из трендов сезона Но он маленький Я бы тебе рекомендовал Кардиганы более объемные Потому что ты высокая Ты можешь себе позволить даже оверсайз Этот очень маленький Поэтому от него придется избавиться Эх, ну ладно Гусиная лапка это актуально Ты можешь сейчас примерить это пальто? Ой, еще одни леггинсы Нашел это сразу туда Да Отлюбимые штаны Вот смотри Видишь, какие узкие плечи? У тебя вот такие сейчас плечики Длина вообще не твоя Для тебя длина это вот так Плечи должны быть шире Я даже рекомендовал бы подплечники И тогда пальто на тебе будет смотреться Гармонично Узор ты можешь себе позволить Ты высокая Но это... Кидай Ой, Юля Это надеваем Давай посмотрим Цвет мне очень нравится Фуксия Один из трендов сезона Я люблю Фуксию Так, надевай Но вот это уже чуть лучше Видишь, какая разница? Угу Длина другая Меня смущают эти нарядные яркие пуговицы Я бы их заменил, кстати Один из советов вам Вы можете менять фурнитуру Это теоретически можно было бы оставить Пуговицы заменишь? Конечно Давай оставим Окей Так, это можно оставить Оставляю Это мне очень нравится Я обожаю твиты Вот такие твидовые жакеты Но мне кажется, что он тоже маленький Надевай Надевай, надевай Так, давай посмотрим Угу Я понимаю, что одна из твоих проблем Это то, что ты высокая И ты не чувствуешь своих габаритов Смотри, какой он короткий Рукава должны были бы быть длиннее Жакет должен быть длиннее Чуть ниже бедра И тогда он смотрелся бы здорово Бросай в кучу Выбрасывай Бросай в кучу Так, белое платье Свадебное Реально? Реально Свадебное платье Свадебное, но оно уже, конечно, мятое Ты знаешь, я скажу так Здорово, что твое свадебное платье было не платьем-тортом Это очень современно Я не уверен, что тебе надо его хранить Хочу избавиться, честно Давай Давно хочу избавиться Рука не поднимается Давай, согласна Давай Давай, да Ой, я предлагаю тебе прямо вот туда зафин делить Это платье сейчас со словами Начинаю новую жизнь Начинаю новую жизнь Молодец, Юль Ну зачем тебе нужно это платье? Даже если оно и ничего Давно хочу избавиться Все Больше этого платья? Нет Юль, вот это что? Рубашки Такое ощущение, что вот эти жуткие микрорубашки являются твоей стилевой опорой Это то, что ношу каждый день практически Они куцые Запомни это слово Куцые рубашки тебе не идут Плечи становятся слишком узкими Фигура коверкается И мужские рубашки, рубашки в мужском стиле могут появиться в твоем гардеробе, но не эти Это все туда Ой, ну давай На колени теперь На колени Прям на колени Конечно, вот это нам не нужно какой-то бабкин шарфик Это смотри, все заносилось уже, все в катышках Это некрасиво Это тоже туда Это, боже, что это? Ну это платье Боже, это самая уродливая вещь, которую я видел в жизни, вы видите? Это то, от чего вам всем нужно бежать в магазинах Это сумасшествие, это абракадабра, это некрасиво Юля, выбрасываем Вот это просто Ты видишь это? Да, это уже ужас Ты в этом идешь на прогулку Да Потому что тепленькая Тепленькая А то, что она уродская, вся в пятнах и в катышках, тебе все равно На это уже закрываю глаза Юль, ты должна себя полюбить Потому что это говорит о том, что ты себя не любишь Если ты готова носить вещь, которая вышла из строя Которая выглядит позорной даже Фу, господи, не прийду, понюхай Фу, неприятно пахнет Это говорит о том, что ты себя не любишь Туда Опять, Юль, вот как только ты вот увидела вот это количество катышков Да, сразу выбрасываю Вот посмотрите Вот просто посмотрите Это даже дарить никому нельзя Уже тряпка Ты видишь это? Да, это уже ужас Фу, фу Фу, Юль Если от него так же воняет, я его выброшу Дай понюхай Ну, кстати, не воняет Ты знаешь, в целом что-то в нем есть Но мне опять не нравится, что это укороченный рукав И он снова куцый Юль, давай я тебе куплю классный жакет Договорились Давай я тебе куплю классное платье Давай я тебе куплю те вещи, в которых ты будешь чувствовать себя красивой В которых ты будешь выглядеть ухоженной Любящей себя и те вещи, которые будут тебе идти Туда я не полезу Хорошо, договорились Юль, вот такой разбор гардероба у нас получился Ты меня услышала? Я услышала тебя, Саша На шопинге я подберу для тебя новую красивую одежду Но после программы ты будешь работать над своим гардеробом самостоятельно И у меня, кстати, для тебя есть один лайфхак Смотри, я всегда беру с собой на шопинг карту Халва Ведь с ней ты носишь вещи уже сейчас А платишь за них в рассрочку целых 10 месяцев И никаких процентов и переплат Кроме того, обслуживание карты бесплатное Оформи свою карту Халва на халвакарт.ру Обещаешь? Обещаю Молодец, хорошая ученица Мы сейчас с тобой расстанемся Тебя ждет сюрприз от меня и Елены Летучей А потом возвращайся обратно Хорошо? Договорились, хорошо Все наладим, все исправим Ты просто о себе забыла Ты просто о себе забыла Беги Давай, счастливо Это все просто трэш Просто трэш Мне надо передохнуть Какое передохнуть Я на шопинг еду Юленька, ну рассказывай, что там, Рогов, створю с твоим гардеробом? Ой, ты знаешь, ползали по полу, разбирали гардероб Саша критиковал очень много, конечно Выбросили практически весь гардероб Было, конечно, как-то неловко, стыдно Но все было по делу Но это самое главное Но это не все эмоции и не все впечатления Я подготовила для тебя небольшой сюрприз Ты будешь танцевать Да ладно, серьезно? Обалдеть Да Я уверена, тебе должно очень понравиться Ты готова? Готова Я уверена, что твое полное преображение будет сюрпризом Еще одним И для тебя И сюрпризом для всех остальных И для меня тоже Потому что я увижу тебя только в финале Юлю сейчас ждет хореографический сюрприз Ну а я тем временем уже на шопинге Искать я буду вещи, которые впишутся в новую активную жизнь нашей героини Чтобы и на прогулку с ребенком И на собеседование И на романтическое свидание Приступаю А шопинг я люблю И, кстати, надо не забыть купить идеальные джинсы Привет Привет, Юля Очень приятно познакомиться Очень приятно Меня зовут Валентина Бонд Но меня просто называй Валя И сегодня, как ты уже поняла Я твой преподаватель по танцам Мы будем танцевать с тобой сегодня Леди стайл Это будет пластика в стиле леди стайл Чисто для девушек Я очень хочу, чтобы ты почувствовала свое тело Чтобы ты раскрылась Чтобы тебе понравилось твое отражение в зеркале Как ты будешь двигаться И я тебе уверяю, что у тебя все получится Потому что этот потенциал мы сейчас с тобой раскроем И я предлагаю тебе начать Хорошо, давай У Юли в гардеробе было так много вещей И все они бесполезные Знаете, лучше меньше, да лучше Ну вот, отличные жакеты закокожи Но этот мне не очень нравится из-за лацканов Я бы, Юля, нашел другой жакет С более ровными лацканами Но этот неплох Очень вам рекомендую Жакеты закокожи приобрести А вот здесь есть вещь, которая мне нравится Это куртка косуха Объемная Даже помните, у Юли в гардеробе Я нашел только куцые вещи В которых она выглядела совершенно неказисто Идеальная куртка косуха из экокожи Но выглядит очень добротно И стоит, кстати, недорого Смотрите, какие классные джинсы я нашел Они немножко напоминают варенки Прямые С необычным краем Смотрите, внизу они просто как будто бы Отрезаны ножницами Здесь даже еще небольшой разрезик имеется Чуть-чуть примодненные Но все-таки очень классные джинсы Эти джинсы я возьму Это замена Юлиным чудовищным джеггинсом Кстати, интересно, как там Юля сейчас На танцах себя чувствует И я еще здесь вижу одну вещь, которая мне нравится Это вот такой жакет Мне нравится, что это не объемный жакет А жакет приталенный Слегка нарядный И в этом жакете можно было бы и на собеседование пойти И на работу И с джинсами Такой жакет будет смотреться классно И с каким-то легким шелковым платьем С разрезом И с какой-то простой юбкой Вариантов будет миллион Юлю обучу модной грамоте И вас заодно И теперь мы с тобой голову поворачиваем Раз На зрителя И ножку два К себе И правая ножка сейчас будет ходить Идем вперед Шаг Левой ножкой Шаг И правой ногой в сторону Встала Супер Чуть-чуть можешь больше бедро туда дать О, классно Еще раз назад Раз Два Три Хоп Супер Очень круто Наша Юля там развлекается Вовсю познает себя Я же продолжаю шопинг Что мне нравится здесь Вот такие милые платья в наивный цветочек Но это очень уж сдержанное У Юли такие красивые длинные ноги Надо их демонстрировать И здесь я вижу еще один вариант платья Посмотрите Платье расслабленное Пикантное С интересным абстрактным цветочным узором В таком платье можно было бы пойти и на свидание Да и с ребенком на прогулку отправиться В песочницу, конечно, не поиграешь Но в парке Юля своим сыном будет выглядеть здорово Это платье я возьму Мне оно нравится Я не удержусь Я куплю эту блестящую юбку Юля там говорила о том, что в клубы давно не ходила Идеальная юбка для клуба Для вечеринки с подружками Мне нравится И косуха, кстати, к этой юбке тоже подойдет Отлично Осталось купить обувь, аксессуары, сумочки Да и вот эту сумочку можно захватить Яркая, классная, интересная и модная Продолжаю шопинг Юля, ну ты вообще умница большая У тебя все получилось Ты так переживала, так неудобно было на этих шпильках Но у тебя получилось все очень круто для первого раза Я желаю тебе великолепного преображения Спасибо Спасибо тебе за урок Очень много энергии Спасибо большое Очень много классов Последние два с половиной года я исполняю роль мамы Но сейчас я почувствовала легкость, прилив энергии Получила массу эмоций И вспомнила то, что я молодая, привлекательная девушка Юля, как тебе наш сюрприз? Ты знаешь, было классно Так Но мне было страшно А вот так там было? Да, и вот так тоже мы двигались Было это непривычно На каблуках я сто лет вообще не ходила Сегодня еще походишь Но я справилась с этим Чем все закончилось? Я взяла номер телефона у преподавателя И я хочу дальше заниматься танцами Молодец, дай пять Юль, сейчас я тебе покажу, что я для тебя купил Готова увидеть новые вещи? Горю желанием Три Четыре Вау Круто Классно Но, если честно, я таких вещей не носила никогда Ну, сегодня примеришь, втянешься Я уверен, тебе понравится Приступаем к примерке? Приступаем Молодец, давай Бодримся Окей И будут каблуки Надо преодолеть это Правильно, молодец Пойдем Вообще, я в шоке Все такое очень классное, яркое, красивое Ну, вот куда это одеть? Я даже не знаю Ой, Юля Во-первых, ты должна понять Молодая мама – это не приговор Молодая мама может красиво одеваться Наряжаться, придумывать поводы Тем более, у тебя был запрос Ты хочешь выйти на работу Бизнес-луки Ты хочешь романтики Романтичные луки И я тебе обещал, что вещи будут многофункциональными Переодевайся в первый наряд И себя скоро увидишь Проходи туда Класс Я так и знал, что Юлю эти вещи напугают Итак, мы приступаем к примерке А тем временем моя соведущая Елена Летучая Затаившись в модной засаде Наблюдает за происходящим Саш Честно, у меня слов нет Плечи прям круто сидит С подплечниками И длина рукава мне очень нравится Вообще шикарно Куртка вообще бомба Жакет кожаный Здесь тоже Ой, я в шоке Мне очень нравится Вот это мне очень нравится Юля стала совсем по-другому выглядеть Все-таки одежда преображает женщину У нее даже глаз стал гореть Юль, одним словом Выглядишь супер-остро Выглядишь супер-актуально Как настоящая парижанка Которая как будто бы не старалась На тебе остро-модные вещи При этом все, что сейчас на тебе надето Никогда не выйдет из моды На работу пойду сразу устраиваться Да, дай пять Спасибо Молодец Юля, кстати, сейчас на тебе лук От производителя модной одежды Элис Это российская компания Которая работает на рынке более ста лет Представляете? Все коллекции от идеи до реализации Создаются в России На собственных фабриках Элис Фэшн Рус Ну а этот остромодный комплект В стиле парижский шик Отличный образ для начала новой жизни И он, Юленька, достается тебе в подарок Вау, круто Спасибо Отлично Продолжаем примерку Переодевайся Класс Итак, наша Юля Втягивается в модную игру И я надеюсь, она наконец поймет Что даже из небольшого количества вещей Легко собрать много разных комплектов Например, те же самые голубые джинсы Уточню правильного фасона Можно замиксовать с футболкой, кедами и бомбером Который я спас во время разбора гардероба Я же обещал Юле платье для свидания Вот оно Легкое, романтичное и универсальное Смотрите, как здорово это платье выглядит В сочетании с замшевыми туфлями С застежкой-цепочкой И компактной ретро-сумочкой с золотой фурнитурой Видите, как застежка на сумочке Сочетается с цепочкой на туфлях А вот и мерцающая мини-юбка Конечно, ее можно было бы замиксовать И с нарядными туфлями, и откровенным топом Но Я предлагаю иное прочтение Используем правило нейтрализации Успокаиваем юбку футболкой, кедами и курткой-косухой А это новый уровень Платье миди с высоким разрезом И приталенный жакет шоколадного цвета В этом луке Юля выглядит, согласитесь, и элегантно И соблазнительно В общем, как заказывала И обратите внимание на неожиданное и свежее цветовое сочетание Коричневый плюс неоново-розовый Саша Я в шоке, у меня слов нет Юля, это просто Это бомба Два разреза Хай-фэшн Я в шоке Ну что-то я в этом образе, конечно, сомневаюсь Рогову-то лучше знать Посмотрим Класс Я не верю вообще, это чудо Ты сейчас выглядишь как супермодель Высокая, тонкая, звонкая, стройная, красивая Смотри, как скорректирована фигура Подплечники Ты должна сделать жакеты своей личной базой Вот жакеты тебя будут выручать всегда Жакет плюс джинсы Жакет плюс футболка Жакет плюс юбка Жакет плюс платье Это будет работать однозначно Во-вторых, появились цветные блоки Ты сейчас не выглядишь просто как Такая тонкая веточка Ты сейчас очень фигуристая Очень красивая Юбка с разрезами высокими Шикарная И очень красивое цветовое сочетание Нравится? Шикарно Здорово вообще Я в восторге И мне кажется, в твоем случае Романтика это не про наивные платья Романтика про что-то более острое И вот сейчас этот лук острый Он мне очень нравится Я вижу, как он нравится тебе Я молодец Здорово, бомба вообще Я не ожидала, Саш, честно Класс Такие дельные советы Мне еще никто не давал Ты молодец Спасибо тебе большое И ты тоже молодец Я вижу, как ты включаешься Я вижу, что глаза горят А сейчас ты познакомишься С твоим парикмахером и визажистом Обалдеешь И совсем скоро себя просто не узнаешь Пойдем? Пойдем Давай руку Вперед Сегодня над преображением Юли Будут работать Новичок в моей команде Парикмахер Игорь Кемешов Прошу любить и жаловать И уже зарекомендовавшая себя визажист Анна Хоменко Ее тоже можно продолжать И любить и жаловать Здравствуйте Привет, Юля Привет, привет Юля, отгадай Какую прическу мы тебе сделаем? Ой Правильно, не догадаешься Давайте обсудим преображение Потому что хочется чего-то вау С чего начнем? Начнем с меня Потому что у меня сразу вопрос Юля, я вижу у тебя какие-то Небольшие раздражения На лице Что это? Ну вот После родов Как-то вот возобновилось Не знаю, из-за чего Это произошло Да, есть В основном подбородок А ты не ходила к специалисту? Такой глобальной причиной Никак никто не устанавливал Говорят, ну делайте маски Там что-нибудь такое Ну, я думаю, что мы посоветовали Конечно, обратиться к косметологу Но сегодня мы сделать этого не можем Ань, что ты предпримешь? Я буду работать специальным гаджетом Это аэрограф Который очень тонко распределяет тон И перекроет все возможные Какие-то воспаления Будет красиво Справимся Справимся Ну, раз уж мы с макияжа начали Давай тогда обсудим Хочется, знаешь, что Брови грустные Сделать бровями веселыми Вот наверх подчесать И вот здесь, наверное, даже немножко прощипать Да, я приведу брови в порядок Но, в принципе, мне нравится Красивый цвет кожи Когда мы избавимся от всех Каких-то видимых недостатков То чуть подчеркнуть брови Сделать яркие глаза Мне кажется, Юля будет просто красоткой Ой, шикарный план Юль, садись в кресло сейчас Игорь тебя осмотрит Игорь, давай Да, Игорь осмотрит Я вот вижу, ты замаскировала Таким зигзагообразным пробором Сидиму Подожди, а дай-ка обсудим А что это за прикол? Это маскировочка Правда? Ну, конечно Ну, Юля, расскажи нам Для чего ты это сделаешь? Руки не доходят до себя Вот именно, руки не доходят до себя И корни уже в серебре Посмотри, просто сияют Вау Просто плюс 20 Извините, конечно Надо срочно покрасить корни Сделать красивый тон Придать глубины И, ты знаешь, надо как-то все это освежить Добавить таких хайлайтов на лайте Будет очень красиво Ну и, конечно, челка-дурочка Это даже не обсуждается Так, подожди, Игорь Ты столько всего сейчас рассказал Хайлайты на лайте Это что? Ну, немножко освежить у лица бликов Добавить свечение Так, хорошо А теперь мы все вместе с нашими зрителями Разберемся, что такое челка-дурочка Это челка Razor Bank Самый-самый модный тренд сезона Я вообще ничего не понимаю Одна у нас каким-то гаджетом пользоваться будет Другой Razor Bank тебе какой-то здесь Юль устроит Но я так понимаю, что это... Это будет очень классно Я так понимаю, что это какая-то небрежная челка Абсолютно верно Я бы хотел увидеть стрижку парижанки Небрежную, как будто бы не старались С этой челкой размашистой Со светлыми бликами И с красивым тоном лица Именно так и будет Да? Да Сделаем? Конечно Хорошо, Юля Интересно Нормально, челка-дурочка подходит тебе? Интересно посмотреть Ну, хорошо, работайте, скоро увидимся Отлично, до встречи Пока Итак, Игорь Кимишов начал закрашивать отросшие корни Наводить хайлайты на лайте И стричь небрежную челку-дурочку Елена Летучая между тем продолжает подглядывать Ну, наконец-то, Юлины волосы попали в руки к специалисту Я больше не могу смотреть на эти, вот эти висящие сосульки Это кошмар, конечно Но хорошего понемножку Выключаем монитор Финальный образ Елена увидит в самом конце программы Волосы готовы Теперь пришло время макияжа Анна Хоменко тщательно маскирует раздражение на коже Юли Затем выравнивает тон, оформляет брови И делает акцент на глаза И прямо сейчас я увижу, что получилось Так, можно я чуть-чуть взбодрю волосы? Можно, пожалуйста Вот прям вот так, чтобы было Ну, это супер Мне очень нравится стрижка Мне очень нравится челка-дурочка Так это называлось, да? Абсолютно верно Мне очень нравятся эти светлые блики, Ань, и мейкап Вот с кожей это поработало шикарно Ты знаешь, Саш, очень хочется увидеть челку-дурочку Я надеюсь, что челка-дурочка тебе понравится Что ты с челкой-дурочкой подружишься И будешь всегда выглядеть круто Это правда очень хорошо И мне нравится, что стрижка мультифункциональная Можно и какой-то хвостик завязать И челку-дурочку куда-то убрать, перебросить Супер Юль, ну что сказать Сейчас передо мной ухоженная, уверенная в себе девушка И вы, дорогие зрители, помните Уверенность – залог успеха в любом деле Не позволяйте акне испортить ваши планы Клинзит Эс с двумя активными компонентами в составе Это верный помощник в борьбе с несовершенствами кожи А еще вы можете принять участие в конкурсе от Клинзит Вместе с блогером Эсми Привет! Хотите выиграть профессиональную фотосессию со мной? Переходите на страницу проекта И участвуйте в конкурсе от Клинзит Эс Скажу любимейшую фразу Юль, работа над твоим преображением завершена Нужно переодеться Встречаемся у нашего зеркала И я уверен, твоя жизнь прежней больше не будет Вы – супер! Обнимашка пока без Юли Класс! Класс! Итак, сегодня в нашем новом шоу на СТС Мы работали над преображением Юли Матери-одиночки, потерявшей веру в себя За эти два с половиной года я очень сильно вымоталась Полностью истощена Ой, я вот что скажу Классическая мамочка в декрете Еще я очень сильно хочу быть счастливой Найти мужчину хорошего Верного Обеспеченного С машиной С квартирой Ой, Лен, такой звоночек Звоночек Такой звоночек Казалось бы, всего один съемочный день А сколько событий? Меня зовут Елена Летучая Обалдеть! Не ожидала! Ну, у вас чисто! Все, что я на тебе сейчас вижу Это просто жуть несусветная Ой, ну давай На колени теперь Ну, тут много еще всего На колени Это то, от чего вам всем нужно бежать в магазинах Господи, не прийду Понюхай Фу Если от него так же воняет, я его выброшу Дай понюху Фу Фу, Юль И сейчас наши зрители будут думать, что к нам в шоу пришла лентяйка Которая ни черта не хочет делать Лен, ты пришла в гости к Юле Там было чисто или грязно? Там было чисто Юлю обучу модной грамоте и вас заодно Раз, два, три Хоп! Класс! Я не верю вообще в это чудо Ну и конечно, челка дурочка Это даже не обсуждается И прямо сейчас вы увидите результат нашей работы Какие розовые батиночки! Сейчас настанет самый важный момент нашего шоу Надеюсь, важный момент твоей жизни Ты увидишь себя в новом образе Готова? Готова Страшно? Интересно Открываем? Открываем Ох! Рогов плюс Съеленый летучий Открываем? Открываем Ох! Саша, это нереально круто, честно Красиво Очень круто Итак, на ваших глазах из неухоженной, неопрятной, махнувшей на себя рукой молодой мамы Юля превратилась в статную, элегантную, привлекательную девушку Для финала программы я выбрал струящееся платье, жакет шоколадного цвета и яркие аксессуары Завершают образ небрежная укладка от Игоря Кемешова и легкий филигранный макияж от Анны Хоменко Все поработали на славу Юля, у тебя даже лицо изменилось, реально Очень, да, очень изменилось все И взгляд, и выражение лица, и... И эта челка-дурочка, она офигенная просто, она потрясающая Ты была какой-то тямти-лямтий, а сейчас передо мной парижанка, уверенная в себе, довольная собой, наполненная, красивая Я хочу, чтобы ты дальше была такой Ты должна вспомнить, что ты личность Я услышала ваши советы с Леной Я буду себя наполнять, развивать Не только быть молодой мамой, не только посвящать себя ребенку Вступить в новую жизнь, забыть о прошлых, бывших своих отношениях и идти дальше Пожалуйста Я надеюсь, что это не пустые слова Я надеюсь, что ты говоришь это не просто потому, что я это хочу услышать Проживи весь этот опыт Прими все это И тогда ты действительно будешь самой счастливой девушкой на планете Вообще, вы мою жизнь прям вообще перевернули с ног на голову Я в шоке, честно Я очень рад это слышать, Юль, за процессом твоего преображения наблюдала Лена летучая Ей не терпится увидеть тебя в новом образе Давай ее позовем? Давай Лена, мы тебя ждем Какие розовые ботиночки Как мне нравится Слушайте, это тот редкий случай, когда я тянусь к девушке Ну, красота Саша, ты опять молодец Спасибо Я на самом деле по-женски хочу тебе сказать Что вот эта девушка, она должна любить себя Окружить себя любящими людьми И это самое главное, что ты должна вынести из нашей программы хорошо Хорошо Не думать о каких-то мужчинах, которые должны решить твои проблемы И тогда эта программа станет отправной точкой в твою новую жизнь Ох, летучая, дело говорит Лен, давай прощаться с нашими зрителями Юля, иди к нам, будем вместе прощаться Итак, вы смотрели наше новое модное шоу на СТС С вами был Александр Рогов Елена Летучая До встречи на следующей неделе Мы вас любим, пока Пока-пока Юля, я цветы забыл подарить Забыл цветы Очень красиво, мне очень Спасибо, Юля Ой, спасибо вообще Мы сделали все для того, чтобы и мечты твои сбылись Мне очень безумно приятно И я вообще, я в восторге Честно, я такого даже не ожидала Это просто потрясающе Спасибо тебе Спасибо, Юля Очень рада Субтитры сделал DimaTorzok